В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из получения Святаго Иоанна Златоустова. Многие говорят, какой вред посещать зрелище, какая потеря. Я воздыхаю, что вы не сознаете даже вреда и не чувствуете зла. Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему, а ты попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь Его. И еще спрашиваешь, какая потеря, когда ты ей стратишь напрасно хоть несколько денег, называешь потерю, а тратя целые дни своей жизни на сатанинские зрелища, ничего не думаешь предусудительного. Тебе следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях, а ты тратишь свою жизнь на ссоры, крики, шум, сквернословия, на безвременные увеселения и дела чародейские. Тратишь напрасно и на свою погибель. И после всего этого спрашиваешь, какая потеря. Или не знаешь, что всего более следует беречь время. Если и стратишь золото, можешь снова приобрести его. Если же погубишь время, трудно возвратить его, потому что немного дано его нам на настоящую жизнь. Итак, если не употребим его, на что должно? Что скажем, явившись туда? Скажи мне, если бы ты приказал которому-нибудь из твоих сыновей выучиться какому-нибудь искусству, а он всегда оставался бы дома или проводил время где-либо в другом месте, не отказался ли бы от него учитель? Не сказал ли бы тебе, ты заключил со мной условие и назначил срок? Но если сын твой будет находиться это время не у меня, а где-либо в другом месте, то как представлю его тебе обученным? Это же необходимо должны сказать и мы. Да и Бог скажет нам, я дал время вам для того, чтобы вы научились искусству благочестия. Зачем же истратили это время даром и попусту? Зачем не ходили постоянно к учителю и не внимали словам его? А что действительно благочестие есть искусство, послушай, что говорит пророк. Приидите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Псалом 33, 2. И в другом месте. Блажен человек, который вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим. Псалом 93, 12. Итак, когда напрасно истратишь время, какое будешь иметь оправдание? Зачем же говоришь, мало дано нам времени? Какая бесчувственность и неблагодарность? За что особенно следовало бы благодарить Господа, что Он сократил твои труды и уменьшил подвиги, и приготовил тебе продолжительное и бессмертное успокоение, зато ты обвиняешь его и тем недоволен? Но чтобы не всегда осуждать вас, мы просим и молим, окажите эту милость и нам, и себе. Оставив все прочее, посвятите себя изучению благочестия. Таким образом и мы приобретем через вас радость и веселье, заслужим похвалу за вас и получим воздаяние. Всю же награду воспримите вы за то, что быв до сих пор с таким безумием преданы зрелищем, по страху Божию и вследствие наших убеждений свергнули с себя эту болезнь, разорвали узы и прибегли к Богу. И не там только получите награду, но и здесь будете иметь чистейшее наслаждение, ибо такова добродетель. Кроме венцов там, она и здесь уготовляет нам жизнь приятную. Аминь. Аминь.